Итак, народ, всех приветствую на канале Занимательное Музло. Сегодня поговорим о студийных релизах трех проектов музыканта, получившего известность благодаря своей культовой группе Сепультура и не менее значимой Соуфлай, Макс Кавалера и его студийники. Давайте начнем видео. Nile Bomb и студийный альбом Point Blank, выпущенный в 1994 году, это такая смесь индастрила и хардкора с очень жирнющим звуком. Подача материала на альбоме просто шикарная. Открывашка немного насторожила, совсем уж современными электронными пеликолками. Но потом жахнули инструменты и стало понятно, о чем эта работа. Звучит очень драйвово и кочево. Песни, конечно, не блещут разнообразием и количеством гитарных рифов, и местами звучат как вариации на одну музыкальную тему. Но это я, возможно, как не фанат стиля не могу выкупить. Может быть, здесь все и к месту. Скажу честно, альбом осилил без особого напряга. Под такую музыку я вполне мог бы погонять в какую-нибудь олдовую военную реал-тайм-стратегию. Конечно же, просто невозможно не сказать про Кавалера Конспираси. Проект, организованный Игорем и Максом в 2007 году. Дебютный фликшейт 2008 года, несмотря на свое новомодное звучание, зашел просто на ура. Мощная, агрессивная и очень зрелая работа. Крутые рифаки и клевые соло. Слышно, что ребята прям заморочились над материалом. Не могу сказать, что понравилось все, но такие песни, как Санчери, Хекс и Харс оф Даркнесс я для себя выделил и добавил в копилку. Гланд Форст Роума 2011 года крайне неплох. Понятно, что музыканты здесь пытаются гнуть ту же линию, что и на альбоме Инфрикшейт. И сначала я даже заскучал под открывашку. Но следующие треки Тортуа и Линч Моп сразу же разгрузили атмосферу уныния. А дико атмосферный Киллен Инсайд добавил уверенности, что альбом точно хорош. Он действительно удивил меня материалом. В хорошем смысле. Да, тут много того, что мне не нравится в современной тяжелой музыке, все эти альтернативные кочевые фишки, но и того, что доставляет, более чем достаточно. К примеру, I Speak Hate начинается чуть ли не с мелодичного гитарного хэви-пассажа. А Бёрн Уэйка просто полна качественного мяса, за который следует трек Распутин с отголосками МДМа. Признаю, что работа очень стоящая и очень крутая. А вот Pandemonium 2014 года ничем другим, кроме как годнотой, не назовешь. Крутой саунд, отличная вокальная подача Макса и мощный материал. Звучит пластинка гораздо жестче и быстрее своих предшественников. Не могу сказать, что песни с альбома прям уж так въедаются в душу, но они вызывают, как минимум, самые положительные эмоции. Эту работу хочется слушать, не останавливаясь и не перематывая песни. Сайклс из 2017 года показался мне еще более агрессивнее и злее, чем Pandemonium. Работа просто сгусток ярости. Первая половина альбома не дает выдохнуть. В середине пластинки темы Chrome и Hellfire разбавляют концептуальную бескомпромиссность. А потом Judas P. Raya просто прижимает своей брутальностью. И ближе к концу группа убаюкивает слушателя своим спокойным, но мрачным музицированием. Еще один проект с Максом это Killer Be Killed с одноименным альбомом, вышедшим в 2014 году. Пластинка звучит достаточно лайтово и представляет из себя современный альтернативный металл с элементами хардкора и нью металла. Звучит миленько и мелодичненько. И вполне подойдет, чтобы включить фоном и подготовить разум для чего-то более серьезного. С возрастом я стал более спокойно реагировать на такую музыку. Фанам True Metal советовать, конечно, не могу, но ценители подобного направления, мне кажется, очень высоко должны оценить эту работу. Макс Кавалера Макс Кавалера, конечно же, легенда. И пусть я не фанатею от всего его творчества, но невозможно отрицать его вклад в тяжелую музыку. По сути, человек стоял у основания бразильской трэш-сцены, задал жару у себя на родине и показал, что в металл могут не только музыканты Северной Америки и Европы. Респект Максу за его вклад и его музыку. На этом, пожалуй, все. Увидимся на стриме в пятницу. И спасибо всем, кто смотрит мои видео, ставит лайки, пишет комментарии и, конечно же, подписывается на канал. А с вами был Депрайс. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!